Позвольте, немножко я вас познакомлю с нашим учреждением, то есть кто сегодня проводит вашу лекцию. Приволжский исследовательский медицинский университет. Мы, это бывший Горьковский медицинский институт имени Кирова. Слышали, наверное, про это когда-нибудь? Это Горьковский институт имени Кирова, нам 100 лет на облачный год. Когда-то и долгое время мы были Нижегородской медакадемией, а теперь мы Приволжский исследовательский медицинский университет. С 2018 года наше учреждение, это Нижегородская медакадемия, это хорошо всем известный институт травматологии и ортопедии, и это институт педиатрии, федеральное значение, Всероссийский институт детской гастроэнтерологии. Ну и вот сами понимаете, что настолько большой стал коллектив учреждения, конечно, потенциал значительно возрос, и вот это побудило нас стартовать проектом лекций для свободной аудитории. Сегодня моя первая лекция, я доцент кафедры детской хирургии Железнов Андрей Сергеевич, и назначил первую свою лекцию сегодняшнюю «Здоровый организм. Фантазии и реальности». Что еще нас толкает на старте таких проектов? Вы, конечно, существуем в информационном обществе, мы получаем информацию из разных источников. И что мы получаем, какую информацию, вот нам как-то тут однажды пришлось проанализировать. Я не буду приводить долгих примеров, но посмотрите, что, какое нам выдает поисковик, какие ссылки, когда мы начинаем вводить слово «как лечить». Как лечить геморрой, бронхит, сколиоз, поджелудочную железу, цистит, коклюш. И эти животрепещущие вопросы люди спрашивают примерно так же часто, как и лечить ячмень или пить манты. То есть мы с вами, такие очень важные жизненные вещи, в принципе, запрашиваем с той же частотой, с которой лепить манты. И вы поверьте, что это не совсем так. Я детский хирург по образованию, что мне близко к аппендициту? Если мы записываем, как диагностировать аппендицит, вы знаете, что все эти ссылки приходят по релевантности, чистоте запрашивания. И посмотрите, что запрашивается. Что меня ужаснуло, после чего мы уже не смогли молчать и решили организовать эти лекции. Как диагностировать аппендицит у ребенка в больнице? Это очень меня всколыхнуло, потому что мы лишний раз получили подтверждение, насколько низкий уровень доверия медикам в настоящее время. И мы, пускай бросим хоть маленькую монетку, маленькую каплю в это море, но постараемся немножко как-то научить людей и смотреть, и искать информацию, и какое-то доверие может быть формировать. Но и остальные вещи, они тоже достаточно зловещие, потому что я, как никто, понимаю, что это угрожающая жизнь или инвалидизирующая заболевание при неправильном лечении и диагностике. Но, конечно, Яндексу доверять такие вещи нельзя, но, как вы видите, доверяют очень часто. В процессе подготовки лекции вижу случайный запрос, как вылечить поджелудочную железу навсегда. Ну, я понимаю, что медицинская формулировка, может, не совсем такая должна быть. То есть можно лечить заболевание, не лечить орган, но вылечить орган и навсегда звучит неправильно. Но меня ужасного нет. Понятно, что человек имеет право на любой запрос в интернете, но нет права на то, чтобы были опубликованы статьи с таким ответом на это. Понимаете, сейчас в интернете есть ответ, в кавычках, на любой вопрос. И я в ужасу своему нашел вот такую статью. Как вылечить поджелудочную железу навсегда. Понимаете, и вот это вот море мультимедийной дезинформации, я не знаю, для чего она, может быть, для рекламы чего-то там, я убрал со слайда, все-таки побуждает нас, ну, медиков, профессионалов, принимать участие и в эту среду тоже погружаться, просто неся все-таки ответственность за то, что мы говорим. И вот такие же утрепещущие темы мы, пожалуйста, охотно ищем в интернете, пытаемся найти решение. Но давайте вернемся и на примере самого простого явления нашей жизни подумаем, а так ли мы хорошо понимаем свой организм и знаем что-то про него. Самый простой вариант – температура нашего тела. Что это вообще? Откуда эта температура? Какой она должна быть? Знаем ли мы? И откуда она берется? И какие с ней происходят метаморфозы в нашем организме? Итак, температура нашего тела. Известно, что колебания нормальной температуры у человека в популяции может быть от 35 до 38 градусов. Конечно, не у всех. Это единичные личности, но у некоторых температура 38-5 может быть нормальной. Единицы. Колебание температуры в течение дня может происходить до половины градуса. То есть, если для вас температура 37,2, вы еще не можете точно даже знать ответа, повышенная ли она для вас. Почему? Потому что мы измеряем температуру, когда мы болеем. И тогда наш организм двинулся. А какая она в норме? В норме мы ее не меряем. Поэтому рекомендовано все-таки обращать и на это внимание. Иногда производить измерение температуры, когда вы себя чувствуете абсолютно нормально. И вот этот суточный ход температуры не следует забывать. С утра температура у нас всегда ниже, а вечером всегда выше. И откуда же берется этот нагрев? Что же нагревается в нашем организме? Почему мы являемся другой температурой? Ну, не будем глубоко погружаться. Возьмем только три основных таких пункта. У нас в организме происходит теплопродукция. И главным генератором этого тепла являются наши скелетные двигательные мышцы. Ну, вы всем прекрасно знаете, что во время физического. Русский человек как бы разогревается. Мы меряем себе температуру, когда занимаемся спортом. Да практически никогда. Мы не знаем, какая она во время занятий спортом. Теплоотдача. Здесь несколько механизмов. Это и потоотделение, и дыхание, и через кожу. И два этих процесса управляются центром головного мозга, так называемым гипоталакусом. Передний гипоталакус. И вот он координирует деятельность этих механизмов. Ну и вот быстро. Значит, теплоотдача. Ну, это радиация, конвекция, испарение теплопроводных. Для субботы эти слова не подходящие. Мы их долго разбирать не будем. То есть, все, что мы отдаем теплу. А теплопродукция, наконец, все наши с вами скелетные мышцы, они всегда в работе. Даже когда мы спим или лежим, наши мышцы имеют так называемый тонус. Термореволюционный тонус. Мы вырабатываем небольшое количество дров, мы сжигаем. И это дает нам нашу температуру. И также еще есть химические реакции. Опять же, для субботы неподходящие варианты разбирать химические реакции. Пройдем мимо. Так вот, вот это теплопродукция. Тонус, он всегда. Есть такая реакция, называется холодовая мышечная дрожь. Это на фоне этого тонуса появляется непроизвольная дрожь. Мы все ее с вами в какой-то степени всю жизнь ощущали. Хоть один раз. Это непроизвольная дрожь, когда гипоталамус заставляет дополнительные мышцы сокращаться, вырабатывать, чтобы согреть организм. Имейте в виду, данная дрожь, это когда человек уже охладился. То есть, когда имеется часть уже переохлаждения. Есть произвольное сокращение мышц. Вы все прекрасно видели этот пример. Это мы делаем произвольно. Принципиальная разница двух этих процессов в том, что тот непроизвольный, и мы уже остыли, в кавычках. А этот вот мы еще боремся. Значит, мы еще не переохлаждение. И, кстати, цифрометальная фраза вот этого кадра какая? Ну, вошедшая, можно сказать, по весь мир. Надо меньше пить. Совершенно приемлемо. И здесь про эту фразу сказать. Прием спиртных напитков. Расширение сосудов, сопровождающих спиртными напитками, никогда нас не согреет, потому что оно увеличит теплоотдачу. Поэтому миф о приеме алкоголя с целью согреться, он совершенно на сегодняшний день должен быть завершен. И видите, что теплопродукция возрастает значительно. Есть еще один так называемый феномен, и это все мы всего лишь про температуру разговаривали. Дрожь при лихорадке, озноб, ознобление. То есть это сознательное повышение температуры организма для борьбы с инфекционным агентом. Чаще всего это вирусная инфекция. Вирусная инфекция, инактивируются вирусы при повышении температуры. Это и есть наша борьба с ними. И озноб, это как бы ощущение вот этой мышечной дрожи, другого происхождения. И посмотрите, если мы в ядресе забираем озноб, мы видим укутавшихся людей. Ни одной картинки правильной при загугливании слова «озноб» нет. О чем я говорю? Это очередной миф, что если ознобление, когда ты болеешь, нужно укутываться. Это полнейший миф, потому что озноб говорит о том, что температура продолжает расти. И мы, укутываясь, препятствуем отдаче этой температуры. Мы усугубляем свое состояние. Это не значит, что нужно кидаться в лед, не нужно выбегать голым на улицу. Но физические методы охлаждения, дедовские, старые, то есть холод к местам, где массивное кровоснабжение, мозг, область печени, акселярный впадин, то есть подмышечные ямки. Это нужно и следует делать. И, кстати, здесь сразу такой лайфхак. Если вы в жаркой стране идете на экскурсию, возьмите эту холодную воду и несите ее подмышкой. Вы хотя бы будете охлаждать ту кровь, которая проходит мимо этого хладагента, этого хладоэлемента. И это действительно облегчает состояние. Не попытка выпить эту воду, а просто воздействовать на эти вещи. Понимаете как? И вот легкие покрывала, влажное обтирание. Просто сложно побороть собственное сознание и свою волю. Хочется укутаться. Но это только усугубляет. И это только, лишь мы поговорили с вами об одной единственной несчастной температуре человеческого тела. О чем еще поговорить? Вот смотрите, как явление такое банальное, как голод. Откуда берется голод? Почему мы голодаем? Ну, теоретически и чего-то мы когда-то всегда знали. Можно выявить два основных момента, которые обусловливают наш голод. И как мы им управляем, и как нами управляем. Я чуть-чуть скажу об этом, позвольте. Так вот, первая степень растяжения желудка. Желудок имеет датчики. Грубо говоря, нервное окончание. При растяжении его он подает сигнал в мозг. Он растянут, он наполнен. Можно больше не хотеть кушать. Чувство голода спадает. Второе. Уровень глюкозы в крови. Глюкоза повышается при приеме пищи. Уровень глюкозы в крови. И также на специальных центрах голода воздействует, снижая чувство голода. Но смотрите, какой нюанс. Чувство голода уходит от повышения глюкозы через примерно 20 минут. То есть, в принципе, любой правильный прием пищи, любого человека, любого возраста и любых желаний похудеть или подстеть, должен проходить в течение 20 минут примерно. То есть, неспешный прием пищи. Степень растяжения желудка. Можем управлять? Можем. Знаете, как мы это делаем? Когда мы привыкаем принимать пищу большими объемами, чем нам нужно. Ну вот такой у нас рацио. Вот я, например, весь день работаю, вечером я ем, ложусь спать. Мой желудок волей-неволей растягивается сильнее. И он привыкает через какое-то время и начинает требовать больший объем. И я начинаю голодать тогда, когда я еще не голоден. То есть, моему желудку надо просто большего объема. Мне не нужно. Мозгу не нужно. А желудку нужно. И мне хочется есть. Как этим управлять? Я к чему подвожу? Очень к рискованному рассуждению. Как не растягивать желудок? Выпить холодную воду. Холодную жидкость. Она усиливает сокращение желудка. И он тут же эту пищу перемещает дальше 12 перст. То есть, что сделать со мной, чтобы я съел больше, чем мне нужно? Дать мне эту еду запить холодной жидкостью. Пока непонятно, к чему к вам. Следующее. Я не могу ничего говорить. Второе. 20 минут. О том же самом, Григорий Иванович. Система быстрого питания. Заставить меня за 20 минут съесть столько, сколько мне не надо. Холодненьким и побыстрее. Извините, рискую. Дальше развивать мысль не стану. Но вы чувствуете, что понимаете правильно. Опять же, мозг у нас есть с вами. У нас еще есть, и он еще работает. И мы можем им пользоваться правильно. Не лишая себя никаких удовольствий в питании. Теперь, значит, пустимся... А, и наконец, вот что. Сытые брюхо к учению луков. Известный феномен того, что при приеме пищи перераспределение объема циркулирующей крови переходит к органам пищеварения. И, условно говоря, объединяется кровоток центральной нервной системы. И эта мудрейшая древняя фраза абсолютно под собой имеет полное физиологическое обоснование. Не нужно пытаться после обеда что-нибудь решать или стартовать какие-то проекты. Оптимальное время для старта это с 8 до 9 утра. С 8 до 10 утра. Подумайте, чем вы занимаетесь в это время. И это время лучше именно на креативные вещи пускать. И тем более после обеда. После обеда у нормальных людей в детском саду что происходит? Конечно, у нормальных людей, которые в детский сад ходят. Ладно. Это вот простые, простейшие вещи, которые окружают нас всегда. Теперь небольшие фантазии на тему лечения, профилактики, ну и болезни. Итак, хит сезона. Маска. Медицинская маска, которую мы уже скоро с вами увидим практически на всех людях. Дорогие гости. Хотелось бы еще раз подчеркнуть. Маски используются для защиты от покидающих человека микробов, а не от защиты от вне, находящихся извне. Защитная маска действует 40 минут. Ну, в некоторых пособиях пишут до 2 часов. Ну, до 2 часов. Но точно не больше. А тем более вот такие маски, вот из нового этого материала. Она через 2 часа наполнена продуктами дыхания, слюной. И является питательной средой для этих микроорганизмов и источником. По большому счету маску, использованную, даже нельзя выбрасывать в общественных местах. Потому что она является как раз этой чашкой петли, с которой растут эти все микроорганизмы. И понимаете, что размер микробов, размер вируса, размер бактерий несоизменимо меньше, чем любые поры. Самые-самые хорошие фильтрующие маски. Не надо путаться специальными респираторами. И вот опять же, еще в интернете нахожу хорошее объяснение. Обычные маски по своим тактическим характеристикам. Это у танков, у автоматов такие характеристики. Практически не замечать здоровых людей от заражения вирусами кабельным путем. А на улице они вовсе бесполезны. Я смотрю, вижу. О, отличная правильная формулировка. Поднимаю глаза. Автор, программист. То есть вот повезло. Нашел я хорошую формулировку от человека, который просто интересуется жизнью. Видимо, сам дошел до хорошего. Дальше флуд. Дальше потихонечку маски спускаются на обсуждение других индивидуальных средств защиты. Дальше я приводить пример не стал. Там, естественно, та тема. Она гораздо более интересна, чем маски. И весь форум уходит в направлении латексных презервативов. То есть вот как мы работаем в интернете. Как там, сколько ловушек информационных, которых мы даже не замечаем. Например, на данном слайде маски. Маска на хирургии. Всем очевидно, что она необходима. Но посмотрите, насколько бы смешно звучала формулировка, что хирург в маску в операционной одевает для того, чтобы не заразиться чем-нибудь от ассистента, операционной сестры, анестезиолога, анестезистки и пациента. Конечно, вы понимаете, что хирург не для этого надевает маску. Именно предохраняя от попадания от него, из его верхних дыхательных путей, каких-то инфекционных агентов. Они, как вы знаете, у нас всегда и в ротовой полости, всегда присутствуют. Дальше. Вот здесь вот сложнее. Где оправдано ношение маски? Вот мы видим на человека, идущего по улице в этой медицинской маске. Если рассуждать патологию, которую я сейчас привожу, этот человек идет по улице, проснулся, почувствовал себя в недомогании, пошел купил маску, одел ее и пошел по улице, чтобы, не дай бог, никто вокруг него не заразился. К сожалению, горькая ирония, потому что почти нулевая вероятность того, что это не так произойдет. Конечно, он идет, якобы защищаясь от другого. Пустая улица, концентрация микроорганизмов практически нулевая. Более-менее может быть оправдано ношение маски на улице вот с таких вот скученностей населения. Может быть ношение маски во время езды в общественном транспорте. Потому что не сама маска здесь влияет, а именно сама атмосфера вокруг. Скученность, повышение концентрации этих микробов в окружающей среде. Но я вот этот слайд проходил, а потом я увидел, что единственный радостный человек здесь, это вот эта женщина, она, например, без маски здесь. И совершенно, вы видите, не беспокоит возможность чем-то заразиться от окружающих. Это маска. Дальше побыстрее. Мифы. Человек использует 10% мозга. Ну скажите, кто этого не слышал. Слышали все. Вот и зрек человек в 19 веке такой вот тезис. Подхватили. Причем некоторые подхватили того, мол, дескать, оправдание того, что в принципе не так уж и нужно заморачиваться на здоровье своего мозга. Однако, конечно, все не так. Да, 10% в настоящий момент работают. Но остальные 90% во-первых, обеспечивают работу этих 10. А во-вторых, в нашем мозгу попеременно работают разные. Ну, условно говоря, 10%. Уважаемые гости, уважаемые товарищи, мозг нам беречь целиком. Не разрешать себе оставлять 10% на осознание. О чем еще часто встречают? Посеченные концы волос. Я понимаю, я хирург, маленько ухожу не в свое. Но вот про посеченные концы волос. Я сейчас объясню, почему это не так. Почему я убежден в этом. Скажите, пожалуйста, вы дома в санитарно-гигиеническом состоянии следите, свои ванны, комнате и все. С чем, сложнее всего, справиться ванной комнате, извините, с волосами. Волос человека практически неуничтожаемая субстанция. Он нерастворим. Он со временем не теряет там какой-то своей прочности. Его можно только сжечь в огне. Никакие средства, которые там прочищают трубы, ничего не делают с волосами. А вот вдруг однажды изобретен целебный шампунь, который с бальзамом, особенно желательно, вдвоем, уж точно вылечит все волосы. Конечно, никакие волосы вылечить невозможно. Можно предупредить их лопасть использованием шампуня. Просто вот в логику я вам предлагаю. Почему его нельзя ничем уничтожить, но вырастить его можно любым шампунем. Вот такое. Ну и, собственно говоря, не все расстроены. У кого с волосами какие-то вопросы. Некоторые неплохо живут. Еще ряд лечебных фантазий, но здесь меньше улыбки. Лечебные фантазии, которые уже конкретно вредят нашему с вами здоровью, особенно касаются, например, первой помощи. Первый пример – ожоги. Ну, кто из вас не слышал, что ожог надо или обработать маслом, или сметаной, или какой-то еще эмульсией? Я уже не говорю про какие-то замечательные снадобья и какие-то рецепты. Вот просто те джоули вот этой тепловой энергии, которые попадают на мягкие ткани, они же не только повреждают ткань, они же еще и повреждают окружающую, глубину ткани. И там нарушение микроциркуляции в мелких сосудах. И это все, сам ожог – это не только непосредственное воздействие в момент контакта, но еще и дальнейшая вот эта вот болезнь ткани. Жировая подушка, любое вот это ограничение теплоотдачи в данный момент усугубляет именно вот эти глубинные процессы при ожоге. Может стать более худшей степень ожога, если накладывать какие-то эти кефиры или ну что-то я даже не буду перечислять. Поэтому единственное, что если вы не видите, что нет поврежденной кожи, что уж действительно может помочь – это ледяная вода. Просто нужно, переборов боль, переборов страх и стресс, вот 15-20 минут держать эту конечность и руку в ледяной воде. Это практически в ноль может свести ожог, если время между повреждающим фактором и началом этой первой помощи будет минимальным. Ранку пластыря, ну о чем здесь можно говорить? Ну очевидно, если рана, то пластырем ее заклеить. Но наверняка каждый из вас сталкивался, что после этого пластыря мы видим как будто там мокрое, непонятное такое, преющее место. Почему оно такое? Рана – это процесс организма. Организм начинает заживление этой раны, выработка туда соответственных веществ, ну и плюс выход тканевой жидкости и небольшой выход там крови. Мы имеете в виду, что на кровоточащую рану не накладывают пластырь. Первое – это остановка кровотечения, конечно. Ну ладно, здесь не будем про большие кровотечения. Так вот, этот пластырь и эта жидкость под пластырем, она только вначале еще работает до заживления, а дальше она тут же становится средой обитания микробов, ну какой-то аналог, смазка, о чем мы говорили. И поэтому под пластырем заживать будет хуже. Пластырь – это для транспортировки. Это вот вам сейчас нет возможности обратиться к врачу или провести хороший туалет, обработку этой раны. Вот пластырь, доехали до какого-то места и обязательно провели эту помощь. К слову говоря, сейчас появились уже такие пластыри, они как послеоперационные повязки их в аптеках называют. Вот они очень удобные, полупроницаемые мембраны. То есть там подушечка эта внутренняя, она собирает, как бы впитывает в себя, но не пускает воздействия внешних факторов на эту раму. Они стали, конечно, более удобные, но все же хотелось бы, чтобы вы это вот тоже узнали. Пластырем только для транспортировки. И тем более пластырем не заклеиваются осаднения. То есть где небольшие поверхностные раны, их бы лучше вообще в открытом виде оставить. Вот здесь, кстати, очень хорошо на осаднении поможет порошки, которые тоже антисептические порошки предлагаются в свободной продаже в аптеке. На поверхности порошочек, на глубокие раны требуется закрытие пластырем или какой-то повязки. И дальше, конечно, требуется обращение к врачу. Значит, я не знаю, хватит ли мне сил уничтожить миф, что рану нужно обрабатывать йодом. Спиртовая настройка йода, она не отменена, и она есть. Но раны им обрабатывать нельзя. Йодом обрабатывается неповрежденная кожа вокруг. И вот тогда на ней перестанут селиться микроорганизмы, которые успешно попадают на рану, вызывая ее воспаление. Сама рана получит химический ожир и заживать будет медленнее и хуже. Ну и плюс вот это вот истязание, жжет, значит, помогает. Это, ну, надо уже сделать достоянием истории. Еще одну банальную штуку. Средство от кашля. Вот я хирург, не лезу ни в свои дела, просто невозможно. Задаю только один вопрос. От какого кашля? Но давайте, пожалуйста, посмотрим, как этот вопрос выглядит по-настоящему. И это я просто взял из первого попавшегося сайта. А если взять всю классификацию, то эти вот синие буковки, их будет здесь гораздо больше. Просто вот от какого ответили на вопрос кашля? Только тогда можно задавать себе вопрос, какое лекарство принимать. Естественно, даже ни один врач не готов сразу определить, какой механизм происхождения этого кашля. Они чрезвычайно разнообразны. Помимо таких вещей, которые сейчас приходится слышать, что, дескать, это средство помогает просто без каких-то либо условий. Это, ну, я не знаю, вот за 20 лет работы ни разу не столкнулся с такой ситуацией, что работали бы лекарства в недостатке жидкости. Недостаток жидкости организма, он вообще практически нарушает все, что только можно. Средства от кашля, отхаркивающие, работают только тогда, когда есть чем их разбавить в бронх. А чем разбавить? Жидкостью. И эта жидкость только тогда, когда ее достаточно. А тем более, если в жару, и, как правило, при высокой температуре, когда жидкость теряется организмом. Вот на выдыхание, на тот же кашель, на выделение через поры кожи под отделением. Вот это, пожалуйста, нужно для себя выяснить. И, конечно, вот это нужно оставлять тому, кто разбирается в кашле. Берегите себя, берегите себя, любите себя. Конечно, сейчас это очень легко и доступно, но это очень тревожит меня и моих коллег, по крайней мере. Поэтому я не могу с вами этим не поделиться. Дальше, опять же, интернет. Готовлю лекцию, ищу в интернете средства от кашля. Дальше, внимание, победа. Помогает ли теплое пиво при кашле и боли в горле? Ну хорошо, стерпеть может человек все, что угодно. Вы все обладаете какой-то профессии. Иногда в интернете по своей профессии видите вопиющие вещи, с которыми критически не согласны. Но вот здесь даже есть какое-то побуждение найти в этом правду. И вот мы начинаем. С скандинавских островов. И мне так интересно читать. И вот это. И была успешно перенята нашими врачами. Ну вот я вот. То есть может на лекцию поставить баночку. Как там все? Конечно нет. Конечно нет. Ну вот смотрите, прекрасная фраза. Конечно, результат заметен не так быстро, как после лечения лекарствами. Мол, терпите, ждите, продолжайте прием. Я не знаю, что здесь говорят, что хотят. Врачи, вот фраза совершенно, я не знаю, если среди нас тут есть врачи, просто как бы вот такое к себе примерять. Врачи рекомендуют не применять напиток как основное средство лечения. То есть что, врачи рекомендуют применять напиток как дополнительное средство лечения? Или что? Что я должен? Но зато пиво отлично действует как дополнение к противовирусным препаратам. Браво! Наконец-то найден способ универсального лечения вирусной инфекции. Ну, я, естественно, вижу по вашим листам, что вы видите иронию, да? Горькую иронию врача к тому, что на первых ссылках, уважаемые гости, это ведь первые ссылки. Средство от кашля. Это на первой странице. Вот то, что там действительно, может быть, коллеги где-то когда-то нашли время и изложили свой опыт в интернете, это ведь не на первой странице. И как это искать? Не ищите у меня ответа, я не могу вам ответить на этот вопрос. Но так или иначе это так. Два слова про антибиотики. Да, банально, да, известно все. Значит, антибиотики не действуют против вирусов. Но знают, знают. Действуют только против бактерий. Где эта грань? Где вирусом я болею? А где бактерией я болею? Не всякий врач готов дать ответ пациенту при первой встрече на этот вопрос. Конечно, вот были у тебя прозрачные сопельки. Вот у тебя вирусная. А вот зелененькие стали. Вот они бактериальные. Знаете, хоть бы и смешно и грубо. В принципе, да. Примерно так и выглядит переход с вирусной на бактериальную инфекцию. Но, конечно, это не лайфхак для соболечения и самодиагностики. Еще раз, пожалуйста, еще раз говорю про те правила. Если вам назначили антибактериальную терапию, она, если препарат сказали, что принимают три раза в день, это не значит, что обязательно в три раза в день, а это значит, что через определенные промежутки времени, через 8 часов. Только так. Нельзя, если забыл выпить лекарства, в другой раз выпить две таблетки. Антибиотик – это против жизни. Это понимает каждый врач и каждый разработчик, и каждый фармаколог, участвующий в антибактериальной индустрии и терапии. Понимают это люди. Если назначили, значит, имеют веские на это причины. Этому нужно просто доверять. И вот нельзя доверять стать упущенной, вы просто травите свой организм. Антибактериальная сила не увеличивается при этом. Нельзя уменьшать или увеличивать дозу. Да, дозу, назначенную врачом. То есть врач тут нужен. Пример. Вы вроде бы все это понимаете. У меня некое заболевание. Мне назначили антибактериальный препарат через рот. Я пью его один день, я пью его второй день. На третий день. Какой эффект бывает у антибиотиков? Любимый всем. Разжижение стулья. Учащение разжижения стулья. Да, бывает. Но никто из нас никогда не думал о том, что часть веществ обладает этим слабительным действием, из которых сделан антибиотик. Это слабительное действие. Это не дисбактериоз. Это не какие-то там процессы патологические. Это слабительное действие. И вы знаете, что смешно? Что оно даже отчасти полезное в случае какого-то воспалительного заболевания. Это как бы часть дезинтоксикации организма. Но что со мной происходит, если надо ходить на работу? Вот сегодня мне плохо 38, у меня там что-то где-то болит, врач назначает антибиотик. Я начинаю пить, я его пью два дня. На третий день известный эффект меня посещает. А по заболеванию у меня что? Температура нормализовалась. Жалобы у меня уходят. Что я делаю? Прекращаю пить. Я прекратил его пить, я выздоровел, мне все хорошо. Но я должен не забывать о том, что этот препарат может в следующий раз быть мне уже неэффективным. А у антибиотиков такая штука. Нужно, значит, более сильный. Значит, после этого сильного нужно еще более сильный. Что у меня в моей долгой и счастливой жизни впереди я не знаю. И вот лучше мне сэкономить эту дозу везения и до один раз назначенный препарат выпить столько, сколько мне назначили раз и столько, сколько мне назначили дней. Я собираюсь прожить долгую и счастливую жизнь. Вот, знаете, это вот основное, что бы мне хотелось, чтобы сегодня прозвучало, но в качестве именно старта этих лекций. Я хирург, мне хочется рассказывать про свое, но вот мимо этого проходить тоже нельзя. И мы вот эту вот медиагигиену должны вообще как-то начать и совместно. Не то, что мы здесь, Приволжский медуниверситет, занимаются медиагигиеной. Это все мы с вами присутствующие, как родители, как дети, как просто граждане должны это понимать и очень внимательно ко всему относиться. Ну а с нашей стороны будем стараться давать максимальную реакцию. Есть лайфхаки. Лайфхаки, например, если вы боитесь укола, во время укола надо кашлинуть. Вот когда иголку выводят, надо кашлинуть. Проверял на себе, мы же медосмотр постоянно проходим. И вот иголкой вводят под кожу, легкий кашлят в сторону, и все, иголка уже в вене. Ну чуть-чуть заметно, но меняются ощущения. Мы детям читали про эту лекцию в школе, у них интересный лагерь, мы им читаем похожие вещи. И дети говорят, да, они там каждый год одни и те же ездят. Я все проверил на себе, я, господи, думаю, не дай бог я им что-нибудь скажу, а не проверят еще. Вот, это по уколам. Если заложен нос, вот в начале заболевания, вот эти негативные ощущения, можно ликвидировать, упираясь языком в твердое небо и массируя вот эту вот точку между бровями. Ну работает. Ну я не знаю, я хирург, у меня ума большого нет. Ну это работает, это можно применять, это работает. Можно облегчить страдания зубной боли. Если перепонку между большим и первым пальцем руки воздействовать какой-то холодным агентом, например, кубиком льда, но до консультации стоматолога. До консультации стоматолога. И чего категорически не нужно делать при зубной боли, это просто все плачут уже. Не надо на зуб ничем воздействовать. До того, когда не определена причина, это мы, это на северном полюсе или где-то, где недоступна помощь, это нужно, может быть, как-то невозможно обойти. Но только не в данном случае. Зуб это зуб. Это есть люди, которые умеют их лечить и знают, как это делать. Не надо это делать самому. Потому что я не буду строить дом по роликам с ютуба. Я не хочу в этих руинах потом лежать. Хотя там все очень красиво, и там мастера рассказывают, как строить дом. Я пробовал кое-что делать из ютуба. Если что-то нужно учить наизусть, учиться это, как правило, перед сном. Почему? Не знаю. Пробовал? Да. Ответа не могу ответить. Вот так вот особенности центральной нервной системы. И этих лайфхаков на просторах интернета много. Вот те, которые точно работают, я озвучил. Есть еще сколько-то. Я думаю, я и мои коллеги нашего медицинского университета, у нас спектр докторов – это хирурги, педиатры, аллергологи, стоматологи, дерматологи, то есть иммунологи. У нас большое количество – неврологи, психологи. Я думаю, все примут участие в наших лекциях, практически врачи всех специальностей. Мы будем рады, если вы дадите какую-то реакцию, может быть, в соцсетях, именно какую-то рекомендательную. Может быть, как-то озвучите какие-то вещи, которые бы вам хотелось услышать в дальнейшем. Все пойдет, я думаю, хорошо. Конечно, и по субботам здесь мы будем проводить эти встречи для интересующихся людей. Будем, может быть, формировать какую-то конкретную тематику, уход за детьми, все что угодно. Поэтому я благодарю вас сегодня за то, что вы проявили нам интерес. Очень приятно было вас всех здесь видеть. Мойте руки, берегите мозг. Всего доброго. Пожалуйста, если какие-то вопросы, у нас есть немножко времени. Это вот, если интересно, наш университет, наши лечебные возможности, можете познакомиться, посмотреть. Также есть кое-какой материал нашего учреждения, вы можете тоже с собой взять на память и кому-то интересует. А следующие лекции, как это работает? Конечно. У нас уже составлен график примерно на октябрь уже есть. Следующие лекции будут проводиться нашим доктором-стоматологом, доцентом нашей стоматологической клиники Медуниверситета Ждановой. Называется ее лекция, как же мы ее... Сначала мы ее хотели назвать убийца общения, но это страшно. И назвали ее проблемы общения с точки зрения стоматологии. Так что, если есть интерес, милости просим. Проводить формат пока будем такой, где-то вот полчасовые короткие лекции, они будут повторяться. Сегодня я еще свою лекцию повторю, если кто-то... Ну, сейчас, наверное, уже скоро вторая начнется. Вот. И пока будем так. Дальше поймем, если нужно в какую-то тему нам будет погружаться сильнее, мы будем делать уже более объемные лекции. Ну, естественно, анонсы будут у нас. Но в основном работаю в соцсетях, плюс ребята наши, волонтеры. Они активно тоже помогают. Так что все вам самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Давайте сейчас уберу.